Итак, как же нам создать свой собственный сканер QR-кода? Нам понадобится пустая сцена в Unity, файлик специальной библиотеки и простой C-Sharp скрипт. Давайте назовем его QR-скан. Первое, что нам необходимо сделать, это подключить нужную нам библиотеку, а также подключим библиотеку Unity Engine UI. Итак, приступим к объявлению полей. Для начала нам понадобится объект файла библиотеки, типа barcode reader. Также объявим поле, в котором будем хранить состояние, сканируемое в данный момент времени или нет. По умолчанию будет равным false. Создадим также приватное поле типа float и назовем его interval. Будем хранить в нем интервал времени между нашими сканированиями. также создадим поле типа webcam texture. Это будет отображение, собственно, самой камеры. Также создадим объект типа color32. Это будет массив с нашими данными с камеры в виде пикселей. Также объявим поле, в котором будем хранить raw image. Собственно, это и будет наша картинка с камеры, которую мы будем выводить пользователю, чтобы он понимал, куда направить свою камеру. Также нам понадобится поле text, в которое мы будем выводить информацию о результате сканирования. Итак, в первую очередь в методе start отключим автоматический поворот экрана. Это делать, в принципе, не обязательно, однако так будет удобнее. Итак, объявим специальный метод device.init, который будет, собственно, подготавливать нашу камеру и, собственно, выбирать необходимую из всех доступных камер. В первую очередь мы создадим массив типа WebCamDevice. Назовем его Devices. И будем сюда записывать все возможные устройства. Затем мы будем в наш объект типа WebCamTexture записывать, ну, собственно, создавать новый объект и записывать его в уже имеющуюся нашу переменную. Надо передать ему в конструктор для начала имя нашей камеры. Мы будем использовать камеру с нулевым индексом. По умолчанию это как раз-таки задняя камера устройства. А также передадим ширину и высоту. Затем мы выведем изображение камеры на экран. И, собственно, запустим нашу камеру. А также создадим объявим метод, который будет непосредственно сканировать наш QR-код. Для начала будем получать данные о том, что видит наша камера. А конкретно будем получать все пиксели при помощи данного метода. Будем записывать результат нашего сканирования. Используем метод decode, которому для начала передадим наши пиксели. А затем ширину и высоту, собственно, нашего изображения. Затем проверим, если все-таки удалось что-то просканировать и результат у нас не null. То мы, собственно, выведем этот результат на экран. И завершим сканирование. Также мы сообщим пользователю о том, что что-то произошло при помощи вибрации. Итак, теперь в методе update будем проверять, идет ли в данный момент сканирование. И если оно, сканирование запущено, то мы будем увеличивать наш интервал на time-delta-time. И если наш интервал после увеличения больше, либо равен, допустим, одной десятой секунды, то мы будем, во-первых, обнулять наш интервал. А также запускать сканирование QR-кода. Также создадим публичный метод, который будет запускать наше сканирование. Для начала будем запускать наш метод device.init. А также укажем, что сканирование было начато, и теперь и scanning равно true. А также очистим наш текст на случай, если до этого там что-то было. Итак, теперь создадим для начала объект row image. Также нам понадобится кнопка. И нам также будет необходим текст. Расставим все объекты так, как нам удобно. Перенесем наш скрипт, допустим, на камеру. И перенесем ему все необходимые объекты. Так, а теперь мы привяжем на нашу кнопку, собственно, начало сканирования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!